На четвертый день дипломатического турне в Восточной Азии Джо Байден после Южной Кореи направился в Японию. В Токио прошла встреча с императором Нарухита. О чем конкретно те говорили не сообщается, но тема визита была известна заранее и звучала недвусмысленно. Строительство региональных сил для сдерживания Китая. И уже на пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисида Байден заявил, что Пекин играет с огнем, угрожая Тайваню. И если остров подвергнется нападению, вооруженные силы США обязательно вмешаются. Мы поддерживаем политику единого Китая. Мы поддерживаем все, что мы делали в прошлом, но это не означает, что у Китая есть юрисдикция для вторжения и захвата Тайваня. Поэтому мы твердо стоим вместе с Японией и другими странами, чтобы этого не допустить. Я ожидаю, что этого не произойдет, это не будет притринято. Во многом это зависит от того, насколько сильно мир даст понять, что такого рода действия приведут к неодобрению со стороны мирового сообщества. Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией. Тайвань, наоборот, уверен, что это материковый Китай откололся от Китайской республики, основанной еще в 1912 году. В Тайване есть собственная конституция, армия и правительство. Но дипломатических отношений с Тайванем у Вашингтона нет. Его-то в принципе признают только 14 стран. И при этом все активно торгуют с ним технологиями. Корпорация «Тайвань Семикондакторс» — крупнейший в мире поставщик полупроводников. А США даже продают Тайваню оружие. Ответ на наиболее чувствительную для Пекина тему последовал в этот же день. Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и сильную способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Сдерживать Китай, видимо, собираются в том числе экономически. Джо Байден воскрешает аналог транс-тихоокеанского партнерства, из которого вышел предыдущий президент США Дональд Трамп. Теперь Вашингтон создает альянс в рамках Индо-тихоокеанского экономического соглашения. По задумке Байдена, оно должно связать страны региона с помощью общих стандартов в энергетике, логистике, инфраструктуре и цифровой торговле. И тем самым поможет решить проблему нехватки компьютерных чипов, автомобилей и других технологичных товаров. Разумеется, места Китаю в торговом соглашении не нашлось, ведь, по сути, это экономическая дружба против КНР в регионе, где США сохраняют присутствие. США демонстрируют, что мы не хотим уходить от вопроса безопасности в регионе, и, соответственно, мы готовы брать на себя ответственность. Ну, конечно же, важный момент, мы не уходим из этого региона. Потому что, помните, после Афганистана появилось очень много вопросов, откуда же еще США у нас будут уходить, кого они, что называется, оставят на произвол судьбы. И, соответственно, такие вопросы у нас возникали и в Южной Корее, да и на Тайване. Соответственно, и сейчас США четко обознательно, что никуда уходить они не собираются. А вот образцово-показательные отношения, по крайней мере, пока начались у США с Южной Кореи, где 10 мая вступил в должность новый прозападный президент Юн Сок Йоль. Означает ли это более радикальное противостояние Америки с тоталитарным режимом в Северной Корее? Активно подвигался вопрос уже такого более уверенного подхода к северокорейской проблеме, ну, что называется, к сдерживанию и готовности к гонке вооружений на территории Корейского полуострова. Да, я могу обозначить, что действительно мы с вами видим такой проамериканский поворот на Корейском полуострове, и который, конечно же, приведет, ну, можно так сказать, к некоторому усложнению отношений на территории полуострова. Для Байдена это первый визит в Азию в качестве президента. Завершит он свою поездку во вторник саммитом лидеров четырехстороннего диалога по безопасности, куда кроме Японии и США входят еще два крупных игрока в регионе – Индия и Австралия. Арсений Молчанов, Дарья Петрачкова, Михаил Винокуров, RTVI. К нашему эфиру присоединяется Константин Плешаков, политолог, профессор политических наук Амкерст Колледж. Константин Викторович, здравствуйте. Джо Байден заявил о готовности применить силу для защиты Тайваня, но там, в общем-то, было разъяснение, что это прежде всего военная помощь. Тем не менее, Китай пригрозил ответом на возможное военное вмешательство с вашей точки зрения. Все происходящее – это в большей степени словесные интервенции лидеров или действительно сценарий каких-то силовых эксцессов в регионе сейчас становится куда более вероятным? Это очень сложный вопрос по понятным причинам. Я бы скорее склонился к первому варианту, что это пока что словесная война. Потому что нет, честно говоря, никаких оснований серьезных предполагать, что Китай в ближайшее время планирует предпринимать какие-то существенные, новые, агрессивные меры в отношении Тайваня. Но для Байдена это был очень хороший повод снова продемонстрировать то, что он сильный лидер, глава западного мира, и что при нем, в отличие от его предшественника, господина Трампа, обязательства Америки будут выполняться. Кстати, Байден был под существенным давлением в Соединенных Штатах сделать именно такое заявление. Я не думаю, чтобы это заявление действительно было революционным. Байден просто повторил то, что Соединенные Штаты действительно планировали всегда сделать в случае агрессии Китайской Народной Республики в отношении Тайваня. Но при этом многие аналитики отмечают, что слова Байдена, они, в общем-то, противоречат официальной позиции Вашингтона, который все-таки придерживается политики одного Китая, то есть считают пекинские власти единственным легитимным правительством страны. Чем можно объяснить такую позицию, заявленную главой Белого дома? Или, в общем-то, это было и раньше подобное заявление, противоречащее несколько? Вы знаете, вы правы. Здесь, что касается американской политики в отношении Тайваня, она, конечно, немножко всегда выглядела странной, потому что уже 40 лет Соединенные Штаты придерживаются официальной политики того, что есть только один Китай, и это Китайская Народная Республика. В то же время, хотя Тайвань не признается как Китай, или даже как, или тем более, как независимое государство, Тайвань не признается как Китай, или как независимое государство, тем более, тем не менее, существует договор об обороне с Тайванем. С самого начала американские администрации, неважно, кто был при этом в Белом доме, шли по такому параллельному пути. С одной стороны, мы официально поддерживаем только один Китай, и это Китайская Народная Республика. С другой стороны, мы своих старых друзей в Азиатско-Тихоокеанском регионе не бросаем, и в случае чего мы придем на помощь Тайваню. Поэтому здесь, конечно, есть противоречия, несомненно, но с этим противоречием и Соединенные Штаты, и Тайвань, и Китайская Народная Республика жили примерно 50 лет. Константин Ильич, попытки Вашингтона создавать новые региональные альянсы в Азии для сдерживания Китая в какой степени вообще могут быть успешными? Насколько я понимаю, основная проблема в том, что Пекин — это крупный торговый партнер для без исключения всех стран-соседей, и экономический аспект, может быть, нежелание вредить этим связям как раз может помешать планам администрации Белого дома? Все так или не так однозначна ситуация, какой кажется на первый взгляд? Здесь, опять-таки, сейчас невозможно отличить дипломатию, а точнее войну слов от реальных планов. Потому что, с одной стороны, и Байден, и, кстати, его предшественник, президент Трамп, говорили, что экономическое доминирование Китая приведет к ужасным последствиям для Соединенных Штатов и их союзник. Но, как реально, как вы совершенно справедливо сказали, американская экономика и вообще экономика всего мира настолько прочно завязана на Китай, что какие-то резкие шаги, они сейчас скорее ударят и по Китаю, и по Западу. Поэтому сейчас Байден и его планы развития новой экономической структуры на Тихом океане – это пока что слова, это пока что жест. И какие-то страны, в общем, готовы это воспринимать серьезно. Например, Австралия. Несмотря на тесную связь экономик Австралии и Китайской Народной Республики, Австралия воспринимает Китай как своего противника и поэтому готова под новыми планами Байдена подписаться. Что касается остальных стран региона, которые должны когда-то присоединиться к этому, Сингапур, Малайзия и остальные, неизвестно. Они сидят на двух стульях и так далее. Индия, с одной стороны, конечно, да, это традиционный враг Китая, но опять-таки пушки отдельно, экономика отдельно. Один только момент. Вот в чем точно администрация Байдена добилась существенных успехов на Тихом океане, точнее вообще в Индо-Тихоокеанском регионе, это создание новых военных структур. Год назад был подписан очень важный пакт, военный пакт между Соединенными Штатами Австралии и Великобританией. И сейчас получается, что несколько параллельных структур, военная, вот этот вот так называемый ОКУС, Соединенные Штаты Австралия, Великобритания, какие-то дипломатические, вот встречи четверки, так называемый КВОД, Индия, Япония, Австралия, Соединенные Штаты, которые будут завтра встречаться в Токио и, очевидно, принимать какое-то решение о начале экономической интеграции. Поэтому администрация Байдена играет в построение новых союзов в разных плоскостях. И, с одной стороны, это может привести к тому, что политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет еще более запутанной, чем сейчас. Может быть, и другой вариант, то, что постепенно это действительно приведет к оформлению устойчивого и жизнеспособного антикитайского блока в регионе. Что ж, спасибо вам за ваше время и за вашу экспертизу. Константин Плешаков, политолог, профессор политических наук Амхерст-Колледж штата Массачусетс, говорили об азиатском турне Джо Байдена и его возможных последствиях для мировой политики в целом. Субтитры создавал DimaTorzok